Американцы, несмотря на эпидемию и политические катаклизмы, активно готовятся к празднованию Дня Благодарения. И разумеется, что астронавты, которые сейчас находятся на МКС, не останутся от праздничного обеда. Безопасность и контроль с самого начала космических экспедиций НАСА уделяло огромное внимание правильному питанию астронавтов, считая его критически важным, поэтому была создана специальная структура, которая отвечала за тотальный контроль над всей цепочкой производства продуктов для космических путешествий. В конечном итоге, эта система оказалась настолько хорошей, что повлияла на производство питания по всей планете. Пилсбери представил миру систему контроля качества на первой национальной конференции по защите пищевых продуктов в 1971 году, после двух смертей от ботулизма, серьезного пищевого заболевания, вызванного бактериальными токсинами, этим летом Национальная ассоциация консервных предприятий и управления по контролю за продуктами и лекарствами, ФИТ, согласились сделать производителей консервов с низким содержанием кислоты первыми, кто подпадет под действие правил ХАКП, в 1993 году вспышка пищевого отравления в сети ресторанов быстрого питания заставила мясную и птицеводческую промышленность лоббировать меры регулирования, чтобы восстановить доверие потребителей. В течение десятилетия Министерство сельского хозяйства США, АСД, вело в действие правило для мяса и птицы, АФИТ потребовало вести систему для всех производителей морепродуктов и соков. Благодаря системе анализа рисков и критических контрольных точек, изобретенной в космическом центре Джонсона в 1960-х годах для обеспечения безопасности еды астронавтов Аполлона и теперь принятой во всем мире, нам не нужно беспокоиться о безопасности употребления пюре. А за астронавтов тоже можно быть спокойными, у них есть видеосвязь с семьями для проведения виртуального праздничного обеда и качественные свежие продукты. Продолжение следует...